Сейчас в районе Дебальцева работает еще один наш специальный корреспондент Александр Рогаткин. Он находится в поселке Чернухино в нескольких километрах восточнее эпицентра котла. Именно там украинские силовики предприняли попытку прорыва из окружения. И только что мы получили его специальный репортаж. Буквально сейчас стало известно, что вооруженные силы Украины в Дебальцевском котле все-таки приняли решение сдаться. Но пока идет со всех сторон бой и мы еще даже не знаем, чем все закончится. Но вместо сдачи в плен позиции ополченцев неожиданно стали атаковать. В Чернухино за луганской армией всего одна улица. До украинских позиций буквально 200 метров. А само Дебальцево в прямой видимости. Вот украинская армия пытается прорваться в Чернухино. Бойцы ополчения ведут ответный огонь. Ополченцы рассредоточились по всему селу. Местных жителей из Чернухино удалось вывезти еще на прошлой неделе. Тоже под обстрелом. На помощь подошел БТР ополченцев. Его пулемет пока не дает возможность неприятельской пехоте прорвать оборону. А перед ними в районе Дебальцевского котла, похоже, нет и речи. Огонь здесь не прекращается ни на минуту. Украинские снайперы и пулеметчик залегли под вагонами на железнодорожной насыпи и держат под прицелом всю улицу. Здесь за лесополосой стоят цистерны. За цистернами уже и опорная территория. Вот иногда малыми группами они нас провоцируют на огонь, чтобы вызвать координаты для минуетного огня, для артехийского. В Чернухино под обстрел попало несколько групп журналистов. Англичанин Греб Филлипс говорит, что уже привык к такому перемирию. Похоже, что сегодня с белым флагом уже вряд ли кого увидим. Но несколько бойцов украинской армии успели сдаться рано утром. В одном из домов Чернухина 10 пленных. Они приняли решение сложить оружие, когда бойцы Луганской республики отрезали их от основных сил. Как призвали? Мобилизированы. Собрали с работы, дали повестку в Луке. Сказали, не пойдешь, посадим. Знают ли нападавшие о том, что они обстреливают своих же, или это попытка их отбить, но мины ложились прямо во дворе дома с пленными. Идем бой. Противник контратакует, надо сказать. Второй группе пусть уходит на швачку. Оттуда заберем, здесь мы их не вытащим, прием. Ополченцы принимают решение выводить пленных из-под обстрела. В самый опасный момент их даже прикрывают бронежилетами от пуль уже бывших сослуживших. Ложись, 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 говорю. Атака на Чернухина и огонь по своим же военнопленным лишь подтверждает. Перемирие украинские подразделения в Дебальцевском капле соблюдать не хотят. Кто не сдается, тот будет прорываться с боем. Итог сегодняшнего боя. Всех пленных удалось вывести Чернухина. Один из ополченцев тяжело ранен. Его успели отправить в госпиталь.